Украина не решает судьбу собственной территории. Я уверен, что Зеленский все. То, что вы не видели, за что вы голосуете, это ваша проблема. Выбор симпатичного парня из народа, который расскажет нам, что он будет слугой этого народа, это голый номер. Тимир Зеленский, вот это же феномен, да, феномен обманутой надежды. Я все еще уверен, что мы правильно проголосовали, потому что не допустили повторения эпохи Порошенко. Я желаю здоровья всем, кто разумеет с нами на Политека. Мой сегодняшний співрозможник, журналіст, основник сайту «Политикус Вульгарис» Сергей Лямец. Пане Сергею, рада вас бачити. Дякую за запрошение. Пане Сергею, я глубоко переконаний в том, что той и политический, и информационный порядок денний, он смушает нас и спонукает до того, чтобы обговорить все эти події, події цього тижня. Контакт Путіна і Байдена, запроваджені чергові санкції Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації. Але все ж таки нашу розмову я хотів би розпочати з інтерв'ю нашого президента України Володимира Зеленського, яке він дав в виданню «Ле Фігаро», якому він сказав, що президент Росії Володимир Путін точно не очікував такого, як він на посту лідера України. Я процитую Зеленського. Що він думає про мене? Чесно кажучи, я не знаю. Я представляю Україну і для мене дуже важливо, що він думає про мою країну. Я не думаю, що я той, кого він очікував, тому що я про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин. Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не про рівноправність. Тут зайшли на нашу територію, тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував. Як вам таке висловлювання, Володимира Олександровича? Можна мене, коли зачитували, у мене аналогія прийшла на ум. Знаєте, коли две бездомные собаки встречаются на улиці, одна із них чуствує силу другой. І та, яка почувствовала силу другой, починає, с одной стороны, громко лавити, але з іншої сторони, як би займають оборонити, ну, зразу признають, окей, все, не вопрос. Іногда даже ложиться на спину і демонструє дружелюбие. Я не хочу сказати, що Владимир Зеленський демонструє таке поведення, але в його заявлении звучат, перше, дружелюбие. То є він не виступає з решительними обвиненнями, острими заявлениями в адрес Путина. Він як би отшучивається. То є він демонструє дружелюбие. І в то же время він делает якісь такі несуразні заявлення. Що тако несуразність? Несуразність — це коли є порядок вещей. Євипетер — більша планета, є Меркурий — маленька. Євипетер — огромне, яке занимає більше 80% маси Солнечной системи, а є всі остальні планети, які плетуться в хвості. І є більша гра між бальшими парнями. Последні 2 недели ми наблюдаємо більшу гру між двома тяжеловесами, на самом деле даже між тремя. Це США, Росія і Китаї. Росія і Китаї, як показали последніше события, виступають парою. Це неожиданна така комбинація. Ми на цей неделе объясняли, що ця комбинація складовалась достаточно довго, і, в принципі, Росія завжди тяготела Китаю. Але в останнє время зв'язка усілилась, і ми, як Україна, як, условно говоря, планета-спутник Соединенних Штатів Америки, ми зробили взнос маленький в тому, щоб у Китаю і у Росії наладилися ще лучше отношения. То есть сегодня, прямо после оглашения санкций, Китай выступил, по большому счету, в поддержку России. Раз. Кроме того, ми в свою вот эту историю ісмотр Сичу показали, что ми делаємо приоритет оттуда. То есть ми признаємо вассалитет перед Соединенными Штатами. Ми, як держава. Тобто природні значення місця... То есть казалось бы, в этой ситуации диктатор маленькой банановой республики, ну даже не диктатор, скажем там, руководитель маленькой банановой республики не должен делать заявление в духе того, что он, мол, что вот он равноправная фигура вот в этой борьбе. Нужно как-то, знаете, дипломатически корректно оценивать свои шансы. Меньше создавать шума, но больше пытаться решить на практике. А если ты создаёшь много шума, то ты как бы... У тебя и так немного шансов договориться, потому что, по большому счёту, это не твоя игра. Вот за последние две недели я сужу по информационной картине. Я думаю, дипломаты видят эту картину шире, политики видят эту картину глубже, профессиональнее. Но с точки зрения информационной, мы за последние две недели увидели чётко, что Украина не решает судьбу собственной территории. Украина не решает судьбу даже войны возможной. То есть мы являемся субъектом. Что такое субъект? Это тот, кому доносят решения. То корабли военные к нам идут, то они не идут. То есть мы как бы являемся Украина, и наши территории, и наши люди являются разменной монетой в большой игре между большими парнями. И вот в этой игре, знаете уж, коль тобой играют как разменной монетой, будь умной разменной монетой. Возьми и попытайся максимально выгрызть отсюда, 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 отсюда. Будь своего рода, я не знаю, даже Турцией, Польшей. Ну посмотри на разумных игроков, которые пытаются, ну понятно, они не пытаются прорываться в первый эшелон, но они пытаются прорваться во второй и вытянуть как можно больше для себя. Нет, у нас происходит противоположная картина. У нас такое впечатление, что вот Украина стала колонией Соединенных Штатов, о чем это видно по многим признакам, по деградации системы власти, по многим вещам видно, что мы колония, мы подконтрольная территория. Так еще и внутри этой колонии местные власти, из местных пассажинных вождей, они как бы демонстрируют деструктивное поведение. То есть они разрушают то, что можно было бы не разрушать. Не могут навести порядок с пандемией, продолжается отток населения за границу, продолжается экономическое падение, продолжается разрушение институтов государственности. И такое впечатление, что вот эти вот парни, которых мы, кстати, выбрали 73%, абсолютно демократично, на вильных выборах. Да, они в какой-то момент очень быстро переориентировались в воздухе, поняли, кто сила. Поняли, окей, они сила, у них есть свои интересы, у них есть земля, у них там есть еще интерес в виде того, чтобы у нас продолжалась война, и чтобы при помощи Украины подпиливать рога Путину, а у Путина при помощи Украины подпиливать рога Америки, Трампу, потом Байдену. Ну, в общем, у больших парней свои интересы. Окей, мы не против. Такое впечатление, что эти парни, которых мы выбрали, они быстро переориентировались и решили уйти, условно говоря, через пять лет с миллиардом в кармане. Пан Иссор, кто эти хлопцы? Ну, смотрите, если мы отбрасываем иллюзии, которыми я в том числе жил там последние пару лет, иллюзия заключалась в том, что вот эти парни, которых мы избрали, они такие, как мы, они понимают наши подребности, и у них есть некий внутренний посыл. Не просто прийти во власть и заработать, как вот было при Порошенко, как было при Януковича том же. А у них есть посыл не только заработать, но и что-то сделать вот для того населения, которое их, собственно, привело к власти. Вот это была большая иллюзия. Но мы ее питали. Я лично каюсь, был дурак. Остаюсь все еще в этой иллюзии, в каком-то смысле. Но... С надеей и сподеваючись. Это уже без надеи. Ну, как-то, знаете, так, а может все-таки... А, нет? Ну, ладно, хорошо. Но если отбросить эту иллюзию, то и посмотреть на ситуацию трезво, то все выглядит таким образом, что у нас в Украине утвердилась некая такая, вот знаете, как постиндийская компания когда-то была, да? То есть компания, это вот акционеры сбросили с деньгами, назначили руководство, и руководство компании, дали военную мощь, дали все, влили туда деньги. И вот это вот руководство компании занимается ограблением территорий в интересах их и в интересах себя. То есть можно сказать, что у нас сейчас в Украине некая такая олигархическая власть. Но олигархат не в том смысле, что есть некие злые олигархи, которые выбрали власть. Это классическое понимание. А олигархи имеются в виду спайка крупного бизнеса и власти. И мы видим два типа олигархата. Первый олигархат классический, например, Пинчук, Коломойский. То есть это классические олигархи, которые имели большой финансовый ресурс, прихватили много бизнесов, и они как бы традиционно влияют на власть в Украине. И они влились, в частности, в проект Владимира Зеленского. И сделали его президентом. И есть второй тип олигархата. Это люди, которые пришли во власть голые босые, но решили выйти оттуда олигархами. То есть есть бизнесмены, которые влияют на власть, и они уже сидят в бизнесе, они через власть подтягивают на себя новые деньги. Не натяка это на Ермака, это на Тимошенко. А есть новые олигархи, которые сидят во власти и подтягивают на себя деньги. Ну, в частности, Ермак и Тимошенко. Вот самые яркие проекты Ермака, ну, понятное дело, каким-то образом он завязан на строительство. Ну, из самого крупного, о чем я, по крайней мере, слышал от многих людей, это то, что он контролирует ГАСК, архитектурно-строительную инспекцию. И это миллиарды гривен, черные, в кэше, неучтенные каждый год. Это такие вот доходы. Дужи лас и шматур. Потом, понятное дело, большая стройка. Уже, я думаю, раскрыта эта тема настолько глубоко, что понятно, что там за счет откатов только формируются новые состояния. То есть, внутри, большая стройка, ремонт дорог, а теперь еще и ремонт музеев и всего этого, это большое мероприятие по освоению государственных денег, по освоению денег бюджета, государственных банков, заемных денег. Но все это, по большому счету, государственные деньги. И часть этих денег прокручивается и уходит куда-то налево в виде нового состояния, новых олигархов. Поэтому мы имеем сейчас в Украине власть олигархов старого типа и нового типа. И странным образом так получается. На самом деле, совершенно не странным, что эти люди, конечно же, мгновенно забыли о том, кто их выбрал, кто дал им мандат, кто дал им власть. И в каком-то смысле они правы, потому что эти люди, которые им дали власть, они, во-первых, совершали свой выбор вслепую, на эмоциональном порыве, под воздействием нелюбви к Порошенко, под воздействием собственной надежды на лучшее и под воздействием сериала «Слога народа». То есть люди были невменяемы в каком-то смысле. Они не совершали трезвый выбор. И демоциным политическим правдом. Были невменяемы, значит, мы вас обманули. Но вас же никто не заставлял, не заставлял. Вы сами проголосовали, проголосовали. То, что вы не видели, за что вы голосуете, это ваша проблема. Ну, то есть в каком-то смысле нынешняя олигархическая власть, она права. Вы видели, бачили очи еще куповали, то, что вы при этом не думали, что вы куповали, купуют, окей. Это ваша проблема. И ко мне эта фраза тоже относится. У нас был инши шлях, армия мова вира пролонгаться еще на пять роков. То есть мы как бы отбивались от другого возможного сценария, что нас загнали бы под вот этими вот лозунгами армия мова вира, патриотизм, патриотизм. То есть нас еще пять лет бы кормили патриотизмом. И при этом зарабатывал бы Петр Алексеевич с его окружением новые миллиарды на, в том числе, торговле с Россией. И в том числе на армейских заказах. Пане Сергею, даруйте, нам от этого не легче, потому что, с ваших слов, напрашивается висновок, что инши хлопцы, возможно, не такие севочоли, а симпатичные молодые, ну, зарабатывают миллиарды, а нам то что с этого. Вот. И эти хлопцы, по большому счету, нам ничего не должны. Вот давайте так вот отдадим себе отчет. Я вам ничего не должен. Сгаду. С другой стороны, ну, как это вы ничего не должны, да? Это, знаете, это как мы всем миром скинулись, всей деревней скинулись, отправили его учиться в Киев. Он стал большим профессором, а потом сказал, что-то Украина мне здесь душно, поеду я в Нью-Йорк и стану там большой звездой. Окей, кто тебе дал изначальный толчок? Ну, вот, что ты туда, что ты туда отправил в качестве благодарности? Большой жирный плевок? Ну, вот, по большому счету, нынешние парни отправляют большой жирный плевок тем людям, которые их избрали. Но, я повторяю, люди сами виноваты. И в каком-то смысле мы должны признать свою ответственность за то, что мы это сделали. Я надеюсь, как украинцам, это прививка на все следующие годы, чтобы мы запомнили, что вот такого рода выбор, выбор симпатичного парня из народа, который расскажет нам, что он будет слугой этого народа, это голый номер. Вот так оно не работает. Что работает? Работает организация, вы знаете, по большому счету работает ответственность, которую люди на себя берут. Вот я сейчас, знаете, сколько я встречаюсь с людьми, от всех слышу одно и то же. Но где же эта сила, которую мы с удовольствием поддержим? То есть люди хотят патриотическую. Что такое патриотическую? Сила, цитовая рука? Не, не, не. Это группа людей, которая идет ко власти, которая, которая реально хочет национально ориентированную, то есть в интересах страны, в том числе самих себя, но и в интересах страны, чтобы эта страна зарабатывала. Первое, национально ориентированная, прагматичная сила, которая понимает уже все острые углы и не будет, условно говоря, полностью ложится, раздвигая ноги ни под Штаты, ни под Россию, ни под Китай, ну, неважно под кого, да, то есть у которой вот, вот этот сам рефлекс раздвигания ног, вот он не так прописан. Скорее всего, когда мы говорим о такой силе, необходимо опираться на некий собственный украинский бизнес и на крепкий средний класс, то есть тех людей, которые заработали, сделали сами себя и которые всю жизнь работают для того, чтобы добиться новых успехов. То есть это вот такая, вы знаете, это вот понятие, оно, знаете, уже истоптано и измазано руками, но это в каком-то смысле некий такой симбиоз между эсдеками, да, или между какими-то такими правоцентристами, левоцентристами. То есть это такие вот центристы, которые, прежде всего, хотят зарабатывать для себя. Для себя имеется в виду, для себя и для страны. Вот это четко. И на таких людей есть запрос. И даже если такие люди появятся, туда зальются даже деньги. Да, небольшие. То есть речь не идет о миллиардах, которые заливают олигархи в проект вроде Зеленского. Но речь идет о том, что, помните, как выбирали Обаму? Ему предвыборный фонд собрали за счет мелких пожертвований через, ну, через широко раскинутую сеть. Вот такого рода сила, она возможна. И эта сила, она должна предполагать, что придет коллектив людей, объединенных неким общим интересом, и они займутся, возьмут профессионалов, которые начнут, по большому счету, просто делать профессиональную работу. Ведь многие те вещи, которые сейчас в Украине разваливаются, это от того, что... Кадровый голод. Это не только от того, что воруют, условно говоря, потому что любая власть ворует, но это и от того, что нет людей, нет людей, которые профессионально поставят задачи и самое главное, сумеют их выполнить. Вот многие говорят, что в Украине кадровый голод, а вот если мы начнем расшифровывать понятие кадрового голода, то тут есть два явления. Первое, что люди не могут найти, иногда людей не могут найти. Вот, да, рады бы нанять, нет людей. Да, вот, вообще пустое питание, а че шукают? А второй вопрос, когда люди такие есть, и эти профессионалы есть, и вроде они даже не против пойти во власть и вот что-то практическое сделать, но они приходят навстречу в офис президента, им смотрят в глаза и говорят, смотри, нам нужно вот так, вот тут вот, вот так, чтобы вот так, вот тут вот, вот так, а на выходе стильки? Да, а чтобы тут все, понятное дело, чтобы тут все росло и колосилось, чтобы у тебя здесь город-сад, чтобы у тебя здесь новый Вавилон, чтобы у тебя здесь прорыв, чтобы у тебя здесь, как Китай, плюс 18%, кстати, чтобы у тебя здесь все колосилось, и вот здесь вот, чтобы вот, ну, чтобы ты, ну, ну, ты понял, да, Человек смотрит, он профессионал, он понимает, как все работает. Он говорит, подождите, а какие у меня полномочия? Ему говорят, ну, знаешь, полномочий, ну, полномочий немного. Мы тебе поставим первого заместителя от Васи, второго от Пети, третьего от нас, четвертый, ну, там мы договорились, а пятый, ну, тут Америка давит, ну, ты понимаешь. Плюс тебя будет постоянно проверять Международный валютный фонд. Ну, в общем, сложно тебе будет, но давай, давай, мы тебя готовы. Мы с тобой, тримайся, дружа. Вот тебе мандат, иди и побеждай. Человек профессионал смотрит и говорит, ну, во-первых, при том, что на тех условиях, которые вы мне предлагаете, это не летает. Это первое. Второе, вы мне предлагаете, тогда дайте мне сформировать команду, как минимум, чтобы это летало. Я сам хочу формировать команду, я сам хочу устанавливать полномочия, раздавать людям полномочия и нарезать им KPI, нарезать им задачи, устанавливать контроль, спрашивать с них и иметь возможность уволить того, кто не работает так, как нужно. Они говорят, нет, ну ты, нет, так не работает, ну ты не понимаешь, вот отсюда, тут нет, нет, так не может быть команду, нет, мы тебе дадим, ну, ты же молодец, ты же профессионал, слушаешь, да какая тебе разница, работай с теми, кого дадим, просто тебе наша поддержка, плюс давай. Он говорит, нет, друзья, нет, так оно не летает, я не пойду. На этом разного закинчено так. Выходит профессионал из кабинета, на место него заходит какой-нибудь Шмыгаль, которому абсолютно все равно. Шмыгаль, он не дурак, в чем феномен Шмыгаля, он не дурак, он не профессионал. Он просто косит. Он не профессионал, он понимает, что дело гиблое, и что она вот так от конструкции, она не летает, он тоже где-то догадывается. Но отличие, главное, Шмыгаля от нормального профессионала в том, что Шмыгаль и не собирается ничего, не собирается строить город-сад или Вавилон. Он говорит, да, я буду выполнять все ваши поручения с утра до вечера. Утром звоню вам, вы мне нарезаете задачи, вечером звоню, отчитываясь, что все сделано. Такой верный пес. И для себя, Шмыгаль, он же тоже олигарх, по большому счету, новой волны. Потому что он тоже для себя зарабатывает. Он понимает, я пришел во власть, задания совершенно идиотские, задания невыполнимые, все будет рушиться, мне плевать. Я зашел сюда голый босс, и через два года я отсюда хочу выйти, если не миллиардером, миллиардером вряд ли, то, скажем, долларовым мультимиллионером. Да, мне потом сядут на хвост прокуратура, НАБУ какой-нибудь, кто-нибудь еще, бандиты какие-нибудь, СБУ, неважно. Но я понимаю, что я отдам им условно 5, 10, 20%, 20% от того, что я заработаю. Они все видят, что я заработал. Я им отдам 20%, они скажут, вот такой ты парень, Шмагаль, иди. Все. И его отпускают. И после этого он, немного посидевший, немного похудевший, немного нервы попорчены, он летит куда-то в Европу, покупает себе там огромный дом, ездит, живет в свое удовольствие, воспитывает детей. Векрест там Лондон. Он даже больше не смотрит в эту Украину. А может быть смотрит, покупает себе, купил тут себе несколько тысяч гектаров земли. И развивает, и станет таким же лендлордом, как многие в Украине. Из тех, кто сколотили капитал еще при куче. Все. Он смотрит на это прагматично. То есть Шмагаль не дурак. Шмагаль мелкий. В хорошем смысле, я не обвиняю, что он мошенник, но он в политическом смысле аферист. Он понимает, что это не летит. А Зеленский? Волгомир Александрович. А получается, Владимир Зеленский, вот это же феномен, да? Феномен обманутой надежды. Зеленский, по сути, актер. Да, Зеленский, по большому счету, тоже аферист. Но мы должны понять это слово правильно. Если нынешняя система власти, построена вокруг Зеленского, если Офис Президента нарезает задачи и на законодательную власть, и на исполнительную власть, а в скором времени и на суды, то есть мы должны понять, что по Конституции все якобы независимые ветви власти, они находятся под крышей Офиса Президента. Понятное дело, Офис Президента не является независимым. У него, у Зеленского есть акционеры, которые загружают свои задачи, которые контролируют группы в Раде, в правительстве. У Зеленского есть его окружение, которое говорит, давай, давай, у нас время идет, миллиард нужно. У Зеленского есть некие внешние группы влияния, которые ему спускают задачи, и штаты ему звонят, пусть не Байден. Ему звонят, приходят люди с прозрачными глазами, в серых костюмах, на невзрачных каблуках, и говорят, Владимир Александрович, здравствуйте. И он, да, 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 все, понял, 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 да, да. Давайте листик с заданиями. То есть, ну, вес понятен. Плюс у него какой-то невменяемый источник опасности, давайте так назовем, в виде, какое-то внутреннее вот это брожение вот этих людей, которые непонятно что... Вот что они хотят? Вот, Вадим, вот что вы хотите? Вот что вы хотите от Зеленского? Вот что вы хотите от Зеленского? Давайте, вот мы сейчас вот передадим. Вот что вы хотите от Зеленского? Вот видите, вам даже нечего сказать. Вот вы ничего не хотите от Зеленского. Я вот слушал вас уважно и думаю, что вы делаете с иллюзиями миллионов людей с разка весны 2019 года? Это же мои иллюзии тоже. Я, смотрите. Ну, это ваша иллюзия, это мои иллюзии. Ну, это иллюзии великой аудитории политики в том числе. Я бы очень хотел, чтобы мы... Смотрите, решение любой проблемы начинается с искреннего признания ошибки. Я все еще уверен, что мы правильно проголосовали, потому что не допустили повторения эпохи Порошенко. Это на редкость какое-то деструктивное явление было в нашей жизни. Ну, уже было то, что было. И да, вот такой ценой мы избежали эпохи Порошенко. Я все еще считаю, что это был правильный выбор. Другое дело, что мы, как бы, и убегая от маленьких граблей, наступили на следующие. На грабли, я не скажу, чуть больше. Они просто топорно вырублены, знаете, такие дилетантские грабли. Это грабли, которые ничего не умеют. Но мы возлагали надежду на эти грабли, потому что, знаете, вот это как... Мы считали эти грабли своими. Старые грабли просто устогает. Ну да, вот мы хотели. Мы вообще думали, что это лопата, которая начнет копать и строить. А это оказались грабли. Ну, вот так вот просто. И нам нужно где-то отдать себе отчет вот большому количеству людей, зрителям политики, что мы все сделали правильно тогда, но сейчас пришло время зафиксировать. Зафиксировать то, что... Но альтернатива оказалась тоже не идеальна. Вот это, знаете, ведь не проблема, все совершают ошибки. Вопрос же не в том, кто совершил эту ошибку или нет. Вопрос в том, какие выводы ты сделал и что изменилось в твоем поведении, чтобы ты не совершил следующую. Сейчас совершенно очевидно, что нам с этой ошибкой доживать еще три года. Ну, я не верю в версии о досрочных выборах, о Майдане, о перевороте, о конце света, о войне, о злом Путине, который все вторгнутся и тут все перевернет. Я думаю, мы худо-бедно в таком режиме легкого слабоумия доживем до следующих выборов. И вот на следующих выборах важно уже делать более осознанный выбор. И желательно к этим выборам прийти с другой, с какими-то здоровыми альтернативами. Проблема выборов 2019 года была в том, что не было никакой альтернативы. Вот это проблема каждых выборов, что у нас нет альтернативы. А вот если не будет в 2024 году альтернативы, Зеленский еще пять лет? Ну, я уверен, что Зеленский все. Вот Зеленский как проект – это все. Это все. Это уже сейчас. Политичный проект одного термина. Да. Я думаю, он отдает себе отчет. Понятное дело, его подогревают. Отец родной, кто же не ты. Но эту песню поют каждому президенту. Это, я думаю, просто особенности этого жанра. Ну, как на судне четыре раза в день играли вальс «Осень в Шанхае». Вот это вот примерно такое. То есть Зеленскому просто по роду деятельности положено выслушивать вот эти вот медные трубы. Но он все. Это мертвый проект. Это бездарь. И, ну, это люди… Вопрос не в том даже, что они не профессионалы. И от него никто не ждал. Ну, тогда, пана Сергея, выникает вопрос. Кто наступный? Вот. Вот. Вопрос в том, чтобы прямо сейчас, вот уже сейчас, вот сейчас вот мы осознаем вот эту вот ошибку. И мы понимаем, что, о, вот так вот тоже не надо. Вот вопрос сейчас в том, чтобы сейчас создавать новые альтернативы. Вот это вот, я думаю, пункт номер один. Вы эту альтернативу зараз, станом на день сегодняшний, уже бачите? Ну, хотя бы есть конкурсы. Как политическую силу нет. Я вижу это как запрос. Запрос на эту альтернативу есть. И я вижу, я встречался с разными людьми, которые говорят о создании такой силы. Они как бы запахом чуют, что есть запрос, и под нее нужно создавать платформу, чтобы собирать на нее внимание, голоса, поддержку, чтобы готовиться к следующим выборам. Но в чем там парадокс? Понятное дело, первое же, что будет, что в эту новую силу будут лезть старые физиономии. Ну, и кто эту силу финансоватимет, это такое же открытое. Старые лица. С другой стороны, как мы убедились, новые лица, просто как критерий, вопрос не решают. То есть в 19-м году всех нас просто провернули на одном месте через вот этот принцип «новые лица». Что нам сказали? Нам сказали, все, кто были во власти, все подонки. Особенно те, кто иллюстрированы, все подонки. Особенно те, кто работали с Януковичем, все подонки. Порошенко, ну, тоже не лучше, ну, в общем, все подонки, нельзя их во власть, давайте совсем новые лица. А вот эти вот новые лица, вот если вдуматься, откуда они придут? Вы же хотите не просто новые лица, чтобы они еще были профессионалы, чтобы они еще умели работать, чтобы они еще умели достигать сложных задач и умели еще делать невозможные. То есть их, наверное, должны прислать с Марса, да? Но я там на одном эфире недавно говорил, что мы, понимаете, для того, чтобы сделать страну великой, нужны люди, которые способны выдержать высокую планку. А мы в каком-то смысле оторвались от системы, которая продуцирует людей большого масштаба. То есть, смотрите, мы сейчас доживаем, как Украина, мы доживаем цивилизационную модель Советского Союза. То есть все наши элиты нынешние, и в хорошем и в плохом смысле, это наследие как бы Советского Союза. То есть мы брали оттуда модель воспитания госслужащих, модель воспитания бизнесменов, модель среднего класса, модель всего. То есть мы как бы продукт Советского Союза. И дети наших родителей, мы это дети наших родителей, внуки наших родителей, мы как бы продукт наследия Советского Союза. Но из-за войны с Россией мы взяли и отрезали себя от этой ветки, от большого дерева. Мы говорим, все, мы не хотим больше оттуда запитываться. Окей, никаких вопросов. Значит, давайте новую альтернативу. Что это означает? Это означает, что давайте вот этот кадровый десант, засылайте в Америку тысячу человек, как германцев в Римскую империю, и пусть они годами там варятся, а потом возвращаются сюда и выстраивают здесь на совершенно новых принципах, совершенно нечто новое. Или засылайте их в Германию, засылайте их во Францию, засылайте их в Польшу, засылайте их в Китай. Чтобы был сформованный новый ландшафт и жить в новом Уладе. Да, возьмите, откуда вы знаете, что вам нужно строить. Вы понимаете, преимущество развитых государств в том, что они уже построили то, к чему мы только хотим стремиться. Пане Сергею, даруйте, что вас перерываю, потому что режиссеры подсказывают, что не так много у нас часов залишается эфир. Но я хотел бы просто почути вашу думку с приводу той ситуации, которая у нас складывается сейчас на Сходе Украины. Потому что, ну, знаем, что значная, большая часть российских войск находится на кордоне с Украиной. А и все же таки, все эти все контакты Путіна с Байденом, запровадженные санкции. Еще Байден оголосил загальнонациональный надзвичайный стан в связи с надзвичайной загрозой через деятельность уряда РФ. Ну, я, опять-таки, я не эксперт в этих вещах, но я вам поделюсь, если мое личное мироощущение, то это все ни о чем. Это для них, для больших игроков тяжеловесных, это Украина, это один из плацдармов, при помощи которого они договариваются о перероде, условно говоря, там, да, назовем это примитивно, передел мира, передел влияния в мире, балансировка интереса. На самом деле, они создают, ну, некий новый глобальный баланс, они при помощи нас перепрошивают баланс. И в этом балансе ключевые, действительно важные интересы, это, например, рынок газа в Европе, это взаимоотношения США, Россия, Китай, это перераспределение глобальных потоков, это, ну, это рынки капиталов, это рынки ресурсов, это, ну, это другое. То есть, есть США, у них, во-первых, море своих проблем, им надо решать свои проблемы, и у них есть роль глобального гегемона, который должен решать свои задачи, плюс балансировать мир, потому что... Ну, за рахунок инших, в этой ситуации за рахунок Украины. Потому что Штаты создали и нынешний мировой порядок, вот мы живем по порядку, который навязали нам Соединенные Штаты и их младшие партнеры, Британская империя, Европа, Китай сейчас и Россия. Вот, то есть, по большому счету, мы можем... Это их игра. Что это означает для Украины? Для Украины это означает очередную возню в информационной политике. То есть, нас при помощи этой информационной политики отвлекают от действительно важных вещей. Нас отвлекают от полного провала нынешней власти. Ведь, смотрите, когда мы начинаем задавать вопрос практично, вот мы встречаемся, приходим на работу, и все лишнее, вот это все, во что вы верите, куда вы стремитесь, каковы ваши мотивации, все. Главный вопрос — сколько вы платите и что я за это должен сделать? Вот конкретный материальный вопрос, вот когда мы переходим на конкретику на деньги, все начинает становиться на свои места. Вот если мы начнем Зеленского спрашивать о деньгах, поверьте, сразу отвалится вся эта мишура в виде вот этого «А, опять Россия! Ого! А вот что Байден сказал? Деньги! Где деньги?» Где деньги? Пане Сергею, ну что ж, будем завершивать, ставить не крапку, а все ж таки три крапки, буде продовження, обовязково буде. Я вам дякую за цю розмову, за це спілкування, засновник сайту «Политикус Вульгарис», журналіст Сергій Лямець був гостем нашої студії. Всім міцного здоров'я і до нових зустрічей. Бережіть себе. Дякую за перегляд!